В сельском хозяйстве, как известно, две напасти. Первая напасть это когда не уродила, помешали там разные катаклизмы. А вторая напасть, когда уродила, некуда девать. В этом году вишни, черешни, как грязи. И вот извечный вопрос, что с этим делать? Ответ однозначный. Засушить. И вот сейчас об этом мы поведем речь. Несколько лет тому назад у меня было видео о солнечной сушке вишни, черешни. Я уже там в том видео говорил, что процесс закатывания компотов достаточно затратный и трудоемкий. И сколько тех банок можно закатать, а выпиваются не очень быстро. Ну можно еще и варенье варить. Но опять же не полтонны. И вот вашему вниманию предлагается новый вариант сушки фруктов и ягод. Это сушка воздушно-теневая. То была солнечная, а это теневая. Вот сейчас мы посмотрим, где она проводится. А проводится она вот в таком павильоне. Это бильярдная. Ну, бильярд сейчас не в моде. Вот мы. Видите? Прямые солнечные. Это идут блики. Сейчас 4, даже пятый час по полудни. Идут блики. Но прямые лучи солнца сюда не попадают. Так что солнечным лучам не подвергаются эти ягоды. Вот при таком способе сушки сохраняется в полном составе набор витаминов, микроэлементов, органических кислот, сахаров. Сушка проводится в хорошо вентилируемом помещении. Вот обратите внимание, здесь сёкол нет вынуты. И здесь вот полностью это всё продувается. И мало того, вот под поддонами, видите, такой щелевой, щелевая такая решётка. Она как бы убыстряет поток воздуха с тем, чтобы хорошо всё это вентилировалось. Вот в чём преимущество такого способа. При солнечной сушке на открытом пространстве, при сильной инсоляции, то есть излучении солнца и высоких температурах, часть полезных веществ, витаминов может не сохраняться. А вот если с поверхности ягод влага испаряется слишком быстро, то вот этот поверхностный слой, он как бы засыхает. И сушка, как это ни парадоксально звучит, замедляется. То есть на открытом солнце, вот покрылась корка, и всё, влага изнутри ягод не выходит. Может быть, даже такие моменты, вот я наблюдал, поставил сушить, это уже второй момент такой. И где-то уехал, я постоянно не живу здесь. И при сильной температуре проходит такое явление карамелизации. И даже обгорают часть ягод. То есть приходишь, а они уже сгорели. Настолько высокая температура. Здесь же всё сбалансировано. Никаких высоких температур. Всё происходит очень плавно. Чем больше температура наружного воздуха, тем быстрее проходит сушка. Но это может привести к уменьшению сахаров в ягодах, железа в вишне. То есть тут, может быть, даже и не стоит гнаться нам за быстротой. Безусловно, при таком способе сушки, процесс этот, будем говорить, в 2-3 раза удлиняется, чем при солнечной. Но гарантия того, что 100% полезные вещества в ягодах и фруктах остаются. Ну вот, хочу я теперь, собственно, о технологии поговорить. Всё очень просто. Вот такие вот поддоны. Они уже вам знакомы. По видео изюмерик король чернослива. Снизу они затянуты. Сейчас я вот продемонстрирую. Это сетка москитная. Вот видите, она прозрачная. И москитной же этой сеткой всё накрывается. То есть никакие мухи здесь, ну, они просто сюда не проникают. И вот таким образом мы получаем высококачественный 100% продукт. Ну, ещё вам хочу я прочитать из журнала «Огонёк» за июнь месяц интересную такую статью. Она называется «Полезная ягода». Самый полезный продукт в начале ряда – черешня. Она богата полифенолами, тормозящими воспалительные и окислительные процессы. Работа научного центра Минсельхоза США показала, потребление черешни заметно снижает уровень маркеров воспаления в плазме. И снижает риск многих болезней, связанных с хроническим воспалением. Это артрит, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и даже рак. Здоровые добровольцы ели 200 граммов черешни в сутки, 4 недели подряд. И трижды брали маркеры, проверяли их кровь до эксперимента, сразу и после. И всего было проверено около 80 биомаркеров. У всех участников после эксперимента уровень большинства из них снизился. Вывод, черешню рекомендовано есть здоровым людям, чтобы осрочить начало хронических заболеваний. И вот таким образом, имея вот такую вишню и черешню, которая стопроцентно сохранила все полезные качества, можно не 4 недели в году, а гораздо больше. Можно круглый год употреблять свежую вишню, черешню и другие сухофрукты. Чего я вам и желаю. Всего хорошего!